всем привет давно видео не выкладывал надо так сказать заполнить тишину годовую видос будет по трензу блин что орёт как сумасшедший боюсь сейчас я настройки зайду все слетит на так звук потише сделаем пауэрой ворсу будут со временем конечно там вроде пока потихонечку делается локомотив в этом 23 вот звуки тут не родные я в кабине тут сидеть не буду ну то это скажем так тест это трэнс 22 конечно много отличительных черт есть много отечественного подвижного состава но игра жутко живущие все ресурсы у меня сейчас все на минималках стоит так сейчас мы просто пора блин на чем не тетка тут сидит на хрена мне нужно так давайте ребят наши дабы где-то я здесь видел вот бригада возьмем их посадим их сюда а теток этих пусть идут отдыхать вот так звукал на локомотиве на этом не родной это у нас какой уже забыл 2 т 116 мур 001 потому что родные звуки у меня почему-то здесь не пошли хоть и до этого не работали у меня а потом все перестали так много болтаю на опять сигналка не работает сборная солянка не заинтересно рельсы опять не слетели там так как от пока им пригласительный да тоже есть светофоры некорректно работают автоматику поставим по имену автоматику все-таки вот какие-то моменты сутки в рейлорте в 3 симуляторе куда стабильнее чем здесь еще дергается фризит ерунда и его какого хрена то так кабинь сами видите тут стекла вообще почему так хреном знает я не думаю что это с настройками связано хотя бы минималки стоят потому что тоже живущие у меня проблема то что у меня нет и жесткого диска создачного это и просто это на харде а на харде играть просто невозможно так так что пока сейчас немножко с вами покатаемся сколько запишется запишется угроз по крайней мере нет вот этих дурацкого как будто в тарь смотришь и замыливается картинка но все равно не будет будет если вы знали какой геморрой устанавливать эту игру вот стекла издает она просто свитали там из-за этих ошибок неправильно что-то установлено там вообще потом самое интересное здесь что когда стрелка стоят неправильно в идее поезд должен сойти средств а он их переезжает пережает отчет чисто прям видно по сплаве у сплаве стоит ну хоть и австралийцы елки-палки лишь бы бабла срубить побольше а как сделать когда улучшили график играть получше стало но опять же это график упирается в ресурсы вашего пока и очень много много всяких косяков это я как бы мне грех жаловаться потому что я по идее это у меня пиратская версия на лицензия потому что там как бы можно какие-то дополнения скачивать с тех ресурсов но опять же скачивать как вот эти там за все плати здесь тоже конечно тренд-симулятор иные как бы не объявлены там вообще по-моему за то чтобы тебе скорость была побольше то тебе надо заплатить денежку вот платформа отсутствует где эта платформа где ее брать восточный сибирь что называется карта если будет интересно поколупаться поковыряться попробовать какую-нибудь сессию создать в будущем не знаю у вас получится если будет интересно я удалю сейчас погоняю покатаю посмотрю что получится так немножко разобрался уже что делать мы будем еле подзем у нас там у нас там и так чуть чуть управление если каллурский камеры не срываются тут постоянно здесь вы держишь мышь надавлюсь правы кнопку мыши крутить все равно какие-то не знаю почему так срывает там у меня все нормально наслаждаешься поездкой не забывать голову это так чисто для теста прокатиться погнать не думал недодавно год целый ничего не завела в год хотя в группу много чего уже залито очень полно ресурсов ну почти полно много пока к сожалению нет поэтому по факту показывать нечего если вот видит вот этот локомотив там вот Олег Купоросов занимается еще ребята то можно будет попробовать качнуть какую-нибудь нашу машину и обычно что-то попроще качать тоже шепченко цветкова она по крайней мере более-менее такое адекватное так сейчас у нас красный свет что-то спешка не обращайте внимание да долго не будем ехать до на каких-то там до какой-нибудь станции чисто так но посмотрю в качестве картинки будет конечно ужасно даже не сомневаюсь в этом это при записи я вижу нормально а вот когда уже смотришь надо материал это конечно жестко вот эти звуки пропадающие вечно звук тележек нет не слышно кстати у этого локомотива так то он прикольный да ну все как положено мы не ветер дует хотя ветер я не ставлю хотя можно ветер поставить так что я делаю надо же так посмотреть деталь а че я не могу посмотреть он не поедет тоже так так поездной открытия поездной дамит конечно хорошо дым прямо интересно но опять же как только дамит все начинаются такие подвисания лаги подтормаживаем стоят какие-то должны быть открыты так я на дыне в дыне попадать но там кстати в этом ворсе как-то более-менее сделано именно переезд по стрелкам здесь он какой-то не очень такой понятно что это не сделано для того чтобы смотреть от третьего лица а игра сделана для того чтобы как бы проводить автоматизм они не тупо сидеть рассматривать красоты ну это я говорю это нужно когда уже если вдруг не получится разобраться со всем этим можно сделать какую-нибудь сессию грузовую пассажирскую там хотел взять обычный 160 но почему-то у меня там вообще звук а нет звук там кстати звук тележек есть звука двигателя нет звук так что вот такие вот дела звуки пропадают постоянно вот эти заиканы звук ну звук мне не родной я не помню как откуда я звук поставил то что он как бы до этого я скачивал он мне со свистом летел а сейчас слышите о том что уйдет и все одно атом такого не бывает конечно даже искал звуки нет ни хрена где искать хрен не знает я уже все перерывал куидные цели миллиард этих куидок даже бы перестанавливал вдруг постоянно какие то ошибки косяки выбран там ну мне нравится вот эти пейзажи красиво все сделано небо конечно такое себе 2d мосты хоть у меня установились но все равно у некоторых объектов объект объект объектов нету жалко конечно что это будет качественно не очень можно будет попробовать рендерить но рендерить если я на час не снимаю это блин я же умру ожидать этот рендер у меня звук вообще не просто ай даже такс где куда вот так вот даже домкары по-моему не особо слышно сейчас с той стороны я кстати раньше думал что это физика это не физика это скрипты раскачивания воргу как будто там нет физики физика есть вроде бы трансфер ворде но в трансфер ворде нету доктора никто туда ничего не добавит только перекраски и все если бы у нас какие-нибудь были талантливые разработчики которые бы создали что-то подобное подобие этого самого трансфер ворда было бы шикарно особенно с нашими руководителями и графиками было бы да там бы никаких пиратов не может быть покупали если еще и мультиплеер и диспетчер сделан и график и наши погружаются наверное хотя тут погружаться нечему что-то лагает вроде все отключился что тут можно было отключить но все равно она что-то лагает ладно ну 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 чего она так вроде нечему продолжать что-то такое серьезное это деревья не так как может с той стороны чего не вижу там поля непонятно а так оно и так тормозит не пойму почему но это тренс это тренс от этого никуда не денешься на него палки вот так же катимся 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 до куда докатимся там посмотрим это чисто так знаете чтобы канал не пустовал а то уж вообще пусто пусто вообще ничего нет я до этого занимался этим модрано спинтайрус тысячи больше тысячи видимо карта машины на канале фильм с латинской буквой элла вот большими буквами вот если интересно будет будет ссылка оставлять ничего так и там реально уходился сначала конечно по кайфу штампуешь 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 а когда смотришь ну это чисто как хобби как-то отвлечься отвлекся на год отвлекся вот эх было бы железо помощнее конечно было бы поинтереснее было бы здесь покатиться потому что когда может там ветер поставить деревьев колыш это классно конечно трава колебается конечно тренцовская трава это еще то да ну когда ровно идет приятно смотреть на плавную картинку когда начинаем где-то там а это у меня еще трафика нет трафика там вагонов на станциях вроде как то еще нужно эти вагоны отключать чтобы они не шатались как вот эти вагоны да по скрипту колебания там какие-то ну я так информацию изучал поверхность вот надеюсь звук пишется потому что будет обидно как бы наболтал наболтал а ничего не записалось карта большая восточный сибирь что ли как то называется его забыл вот ну у меня тут все поломано поэтому тут как бы ничего нет ну не то что это все фигня это то что мне это можно сделать добавить и трафик добавить вагоны на станции какие-то маневровы сделать просто это нужно тем изучать для меня это что это новое потому что я привык уже к трендсимулятору а трендс это блин ну вот трендс это трендс я пробовал двенашку играть какой то ужас зашкварил кто то пишет да нормально хорошо это ни хрена не нормально логучая была просто пипец вот это даже более менее кстати работает кстати я на официальном сайте зашел посмотрел полный комплект допустим со всеми клюшками да там чтобы скачивать скачивание быстрое было 70 баксов надо заплатить вот это не считая еще платного контента какого то может быть в платной версии таких косяков конечно не будет не знаю и мультиплеер кстати по моему за мультиплеер тоже нужно платить деньги так ну ребят конечно молодцы молодцы доют со всего чего только можно доить слушайте у нас прям тут зеленый коридор как замечательный то есть километр в час прям как локомотивная скорость скорость грозового конечно можно было какие-нибудь системы добавить тут восьмиосники есть прикольно кстати я уже катал с ними до этого но пришлось это сносить все можно просто было у меня просто много поврежденных файлов было можно было типа как их есть возможность игнорировать стрелки у меня просто стрелок не было стрелок каких-то объектов не было у меня до сих пор их нет этих объектов вот а так просто знаете глазу неприятно когда у тебя вот едешь и какие-то эти рельсы без остыков на стрелках вот эти вот стрелки до концовки когда стрелки переводят чтобы поезд переезжал вот этого нету так что вот у нас там ограничений в 50 км если бы еще не было 3d может еще кайфовее было бы плюс еще графику подтянуть но помимо графики нужно чтобы еще хорошая оптимизация у игры была потому что порой что-то подрезать что-то где-то чего-то добавить где-то чего-то подкрутить допустим не нужно убрать вот вы видите уже есть обрывы не хватает каких-то столбов вот так конечно приятно когда плавно идет приятно смотреть на все на это пейзажи зелень там вот сверчки звук у меня по-моему стоит от 2t10 хотя там тоже по-моему не родной звук вот так вот 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 сейчас вроде бы наверно прокаширились объекты нормально не знаю не знаю слышно меня не слышно микрофон от вебки стоит тут так стараюсь чтобы не особо громакать чтобы не создавать лишние фоновые шумы я не надеюсь что меня слышат потому что снимаю поздно у нас уже красный свет понятно так во тормозим вот эти провалы звука это конечно немного раздражает кстати даже по моему видео выкладывал в группе думал вот это да это самое думал физика есть но нет это не физика это просто скрипт такой ну кстати вот эта штука лучше работает чем автомашинист автомашинист какой-то вообще неадекватный ну чисто да поехать вот тут устанавливаешь да на автоматику и скорость сбрасывает нормально вовремя как положено а то прям газует со стартом убирает превышает скорость и все цветочки цветочки кстати тут еще добавили возможность пешком ходить можно заранее прошу вращения эстетов кто играет антиплеев там привык ездить в кабинах но выполнять простите если получится в будущем создать какой-нибудь сценарий здесь если не лень будет там можно покататься и в кабине как положено с управлением ну мне тут попадает в основном какие-то глющные локомотивы потом неудобно управлять я уже привык как ну тут тоже можно так же управлять как на этом с клавиатур но тут немножко другая такая система ой шею устал болтаю 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 ну соскучился реально соскучился по железнодороге по симуляторам я все-таки надеюсь знаете все же может когда-нибудь наши какие-нибудь меценаты создадут нормально игру симуляторов в жанре в железнодорожных 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 с хорошей графикой с хорошей физикой мультиплеером даже без мультиплеер хотя бы на первое время мультиплеер лучше заговариваясь мультиплеером конечно круче было бы мультиплеер измельчане лимтиплеер с Некоторые светофоры тут вообще как бы некорректно работают. Тут основная проблема это вот эта сигналка. Добавил субтитры. Так, сигнал закрыт, надо открывать сигнал. Вау, как он коптит, как он коптит, мне еще, знаете, нравятся тут звуки, природы, тут кузнечики, вот эти летом вообще будешь вспоминать, особенно зимой, когда холодно, блин, как он орет, блин, ё-моё, это что с ума сойти можно, вроде убавил звук, а все равно шум, блин, но все равно не родной звук, и вот эти провалы немножко подбешивают. Ну, красиво-красиво, нравятся пейзажи вот эти все, шикарно, может быть, в будущем когда-нибудь наладится все, вот, хотя, блин, сейчас такая ситуация у нас, ай, ну, бы убы покупать какую-нибудь, там, видеокарты, Хочется, знаете, еще этот М2 купить, накопитель, он у меня в плате, в принципе, можно ему установить, SSD-шник, как говорят, более-менее такой быстрый. Потому что у меня-то он тоже на SSD, ну, это такой обычный SSD, забыл, как он там называется. Ну, хотя бы остренький стрелок, блин, на топливо, говорю, до этого прям ужас какой-то был лютый. Так, тут вот построений много, сейчас уже будет подвисать у нас. Ну, какой сообразительный-то, не превышает скорость. Да, конечно, хочется побольше каких-нибудь интересных карт, сессий, там, да, сценарий, так называемых, тут сессии называются. Вот, так, не надо, да, пока я не держу, нормально, идем пока. Так, чуть-то разгоняться-то стал. Забавно, до этого шел в лице, это еле ехал, а тут на тебя. Сейчас все равно тормозить будешь. Переходы так появились, да. Да, до этого у меня переходов не было, вот эти железные, забыл, как они называются, но тоже их не было, отсутствовали, но тоже не везде они есть. Блин, ну, это, я говорю, это конструктор еще, тут вот тут платформы должны быть, а их нет. Так, погоди. Фико знает, где чего искать, если бы автор описал, а не только куиды эти выкладывать, а какие платформы, допустим, а толку, что ссылка на карту и ссылка на, ссылки на эти куиды, а что за куиды, хрен пойми, ну, и потом они все, наверное, есть, мы до моста доехали, ну, хорошо. Так, сейчас у нас теперь тут будет что-то, почему у нас тут так работает сигналка, непонятно. Ну, понятно, потому что у меня тут нету сценария, поэтому я же еду просто в свободном. Так, ладно. Пойдем открывать. Ну, это правильно, наверное, было. Хотя, зачем? Нет, нет, неправильно. Я же не маневрировал. Вот. Провалы, провалы не есть хорошо. Вот некоторые вагоны у меня были нормальны до этого, пока не сносил, а потом, блин, опять какая-то ботва началась. Думал, стрелки закрыты, вроде открыты были. Сама карта вообще очень даже большая. Мне дымок нравится, когда он едет и коптит. Ну, вот более-менее выглядит. Вот что-то хорошее есть в этой игре, что-то в тренд-симуляторе, что-то в ТСВ. Вот если это все объединит в одно целое, можно было бы такой симулятор создать офигенный. С маршрутами, вагонами, вот как тот, знаете, как вот этот Microsoft Play симулятор-то, да, там, питабайты весь, что-то там, пипец. Вот, ох, разогнались, полетели. Ух. Надеюсь, я вас не утомляю своей болтовнью, ну, потому что хочется немножечко, я реально, реально соскучился по железнодорожным силам. Рыл вождь, я немножко от него устал, но там хочется уже что-то у нас по-своему покатать, со своими дополнительными. Дополнениями, а своих дополнений из Гулькин Нос. Вот. Валент, вот одни красные, е-мое. Как же прикольно было бы, если бы еще оттуда бы ездили поезда, но это нужно создавать трафик ботов. Есть специальные отдельные какие-то локомотивы, которые как трафик бот работает. Можно скачать, установить и сделать. Но я пока еще не совсем разобрался, как все это, че, ба-ба-ба-ба, заговариваюсь, как все это делать. Так, я немножко примерно смотрел. Сложного нет, ничего. Так, сейчас у нас ограничения. Дальше красные опять надо будет открывать. По-моему, параллельно там еще идет линия, да? Да, параллельно тоже какой-нибудь может так и создать трафик, как будто едешь, а там локомотив едет. Но это надо в тайминг попадать, если, допустим, примерно знать, в какое время ты будешь проезжать здесь. И в субботу он ехал параллельно. И оттуда что-нибудь ехало. Было бы вообще шикарно было. Вроде не управляю, а. Фухое. Здесь хотя бы более-менее объекты установились нормально. Я до этого какую-то карту скачивал. Крым, по-моему, может, такой Крым-13. Что-то такое, там вообще бы... И потом тут тоже такая заморочка с этими... Одно пойдет сюда, другое не пойдет. Там с ошибками. Какие-то старые дополнения, древние просто. Там даже с шестого года, блин. Особенно вот эти... Вот они могли бы хотя бы людей поменять, честно, блин. Добавить нормальных, не вот этих квадратных, блин. Нас натянутыми текстурами. Потому что, ну, даже в Railworks, в том же... Ну, если не ходить, да, не смотреть. Потому что там тоже так же. А когда сидишь, там вроде более-менее. Ну, хуже, чем в Trends World, темно, и лучше, чем в Trends World. Красота! Надо было бы вагоны загрузить. Мне вот, если кто знает, в комментариях отпишитесь. Допустим, вот как... В Railworks я знаю, как загружать вагоны. Полный состав. Не по отдельности вагон, а... Вот там выделяешь, нажимаешь, и тебя полностью вагоны загружается. Здесь я так и не понял, как это сделать. Потому что я пробовал, тоже так же выделяю, а у меня загружается только один вагон. А мне надо, чтобы они все были загружены. Это ж по отдельности, это ж с ума сойти. Ну, если там 30 вагонов, блин, не мой, и каждый вагон отдельно загружать, это ж чокнешься, мой. Ой, так, сейчас будет... Тут одни красные что-то у нас идут. Я даже не знаю, сколько по времени мы едем. Болтаю, болтаю. 8-18, а вы ехали во сколько? Уже не помню. Ну, не то, чтобы много, блин. Ну, я сейчас покажу этот самый... Как тут ходить можно. Ну, такое, скажем, хождение, не то, что там, как в Трансингворде. Идешь, у тебя там щебенка под ногами хрустит. Здесь такого нету. Здесь чисто тупо, как будто камера падает. Ну, сейчас увидите сами. До светофора дойдем. Так, приехали. Ну, вот такой вот. Ходить только стрелочками было. Не забыл, я хотел на W нажать. На W это совсем другое. Это как бы локомотив направляешь. Там нет никого. Нет, ладно, шучу. У нас Lab. До этого тоже не было. Появилось. Сейчас мы тебя откроем. Там еще один надо будет открывать. Звук, как будто, какой-то американский локомотив. Вот, и провал, провал. Ну, сейчас хотя бы звук есть. А до этого вообще даже звука не было. Зеленый-зеленый. Зеленый-красный. Зеленый-зеленый. Тут хорошо скриншоты делать на рабочий стол. Превью какие-нибудь графику на время выкручивать на полную. Чтобы более-менее было. А потом немножко редактор фотошопа. И будет вообще шикарно, красиво. Оба, что это было? Нифига себе. Шо это было? Ну, по идее, стрелки вроде должны были быть открыты. Потому что, если бы закрытый, у меня бы путь бы обрывался. Блин, это реально странно. Так. Да, конечно, просто так один локомотив без... Не хватает, чтобы тут вагончики стояли. Там машинки мы ездили какие-нибудь. Она тут в тупике чем-то стояла. Так. Блин, он что, за платформу залез? Офигенно, блин. Ну, и кто ж тебе делал-то маршрут? Шоурутостроители. Ну, ладно. Грех жаловаться бесплатно все-таки. Так, давайте. По сифоне. Так. Вот они, прогрузки пошли. Подгрузки. Блин, на каждом, на каждом светофоре останавливаться приходится. Ай, блин, как оно дергается, блин, жестко. Это я выкрутил. Ну, не все, минимум, конечно, что-то оставил. Конечно, можно... Кстати, тут есть эта текстура. У меня тут сайт текстуры на 2К, вроде бы, как. Как я понял, там, а есть... Ну, 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 2000, что-то такое там. Я иксбайл до 2000, там, на 4000 разрешение. Какие-то текстуры. Это уж слишком жирно было. Так, я что-то не вижу. А, есть. Думал, на светофорах название ВИЧ-7. Так, ну, нам не этот нужен. Нам нужен. Открываем. Погнали дальше. Блин, вот эти провалы, конечно, это жестко прям. Вот, я не знаю, это у меня... Ну, это не только у меня. Я тоже видел у ребят, которые там полноценные лицензионные игры, и тоже такие же провалы есть. Ну, звука этих тележек не хватает, серьезно. У меня есть два Т-116, обычный. Там вообще звук тележек есть, звука двигателя нет. Ну, можно поставить там. Я даже думал, искал двигателя, там, не нашел. Ну, нашел одну, но она что-то не отображается в меню, где настройка локомотива, когда ты настраиваешь его, там, вот, в редактировании, и что-то нет. Давай-давай-давай. Газу-газу-газу. Газу. Газуем. Полетели. 65. Не, ну, кайфово, конечно, приятно. Смотреть на пейзажи, и было приятнее. Если бы еще и вот небо было, немножечко переделали бы. С другой стороны, если бы небо было 3D, то это была бы полная попа. Для этой игры. Вот. Так что... Ну, можно, в принципе, это и простить. Тут можно, кстати, менять небо, но там разные есть. Вроде даже можно какие-то... Где-то чего-то скачать. Переустановить свое что-то поставить. Вот. Ну, как специально под эту игру. Там наборы. Вот. Красота. Я полностью не проезжал этот маршрут. Но полностью не будем ехать, потому что тут до хрена ехать. Он большой, реально. Здесь хорошо какой-нибудь действительно сценарий сделать. Там где-нибудь на стриме покатать. Это полноценно. По крайней мере, эта карта хотя бы немножко позволяет это сделать. Ну, хотя... Ну, хотя... Косяков до хрена. До этого просто вот эта... Ссылочка такой, типа, как цепочка с замочкой. Ну, в кружочке. А потом что-то у меня вообще восклицательный знак начал гореть. Потом я смотрю, и эти пропали остряки стрелок. И все. Вот я решил, не думаю... Ну, там можно откатить назад предыдущей версии. И опять у меня остряки появились. Блин, пейзажи, конечно, сумасшедшие. Туман я тоже вроде отключил. Потому что... Ну, веселая игра, конечно. Особенно в плане ее собирания. Это не трансимулятор. Тут, блин... Сидишь в этой куиднице, как в песочнице. И качаешь, 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 качаешь. Просто, блин, ё-моё. Одно загрузил, смотришь, красным горит. Этого не хватает. Идешь опять, смотришь, списки зависимостей. Открываешь, блин. Скачать доступно для скачивания. Копируешь, идешь куидницу, качаешь. Блин. Ой, врагу не пожелаешь. Стоит ли оно того. Ну, не знаю. Здесь играть полноценно. И, как бы... Не знаю, короче. Чисто, знаете, вот как для разнообразия, да. Можно, вот, скажем, играть в транс-симулятор. Потом немножко в транс-22. Ребята, вот баблы дерут. А как-то довести игру до ума просто не хотят. Да, подтянули графику, да. Графику они подтянули офигенно просто. График стал вообще шикарный. Особенно у кого более-менее, я говорю, железяки стоят, где можно выставить все на утро. Поставить ветер, чтобы был. Дождь, туман. Там вообще было бы шикарно. Вот. До сюда, по-моему, еще даже не доезжал. Не помню такого. Ну, такая карта немаленькая. Жалко, километраж не пишется, сколько километров. Ну, оно пишется, наверное. Хотя, вот, не... Ну, тоже, как бы, могли бы сделать такую штуку. Так, сейчас я врежусь. Побудеть забыл. Это самое расстояние. Как там, от мужа до мужа, да. Ну, это, наверное, надо создавать хотя бы простейший какой-то сценарий. Я просто смотрел, мужик делает, ну, он добавлял еще трафик, блин. Мне трафик для начала хотя бы просто, без всякого трафика, чисто попробовать проехаться, именно создать сценарий обычный, простой. Ну, как в тренд-симуляторе там есть, там, где-то можешь потестировать локомотивы, покататься по разным маршрутам. Ой, извиняюсь. Вот. Покатать по разным маршрутам, там, допустим. Ну, блин, у него что-то типо подобия, блин. Я смотрю, колеса блестят, блинкает на солнышке. Ну, прикольно, прикольно, конечно. Хоть это и фейк, но все равно прикольно. Ну, не фейк, ну, не все колеса такие. Все равно как будто фольга какая-то. Ладно. О, там у нас еще красный свет. Я не знаю, докуда сейчас... Ой, докуда сил хватит доехать, да тут доедем. Главное, чтобы поэту на запись... Сколько я-то уже записал, не знаю. Всю дорогу что-то говорю, 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 говорю. Ну, говорю, чтобы скучно не было, чтобы просто... А то, что смотреть чисто тупо, как едет локомотив через просторы России. Это не так интересно. Кстати, тут, в отличие, по-моему, от рентимулятора, время реальное. Я, кстати, научился тут погоду это все менять. Я тоже знаю, как все это делается. Вот оно как бы и несложно. Тут совсем то же небо менять можно. Так, ну, тормозим. Погудим. Хотя тут вроде переездов нет. Что-то боты пропадают. То появится, то исчезнет. Так, опять у нас красный, три зеленых. Блин, вот переезд. Ну, ладно, фиг с ним. Припозднялся. Они даже светофор на переездах. Постань, он зеленым горит. Поезд едет, светофор зеленый. Иди, человек, иди. Так. Я снимаю поздно, поэтому я так тихо разговариваю. Не знаю, надеюсь, меня слышно. Надеюсь, что микрофон пишет. Потому что я вижу, запись идет. Я снимаю через NVIDIA вот этот Shadow Play. Вот микрофон горит. Ну, еще пересниму. Да, только уже с загруженными вагонами. Попробую сделать. А если нормально, то эту выложу запись. Я боюсь только то, что качество будет хреновое. Так-то я вижу, что снимает хорошо. Но когда я просматриваю там... Ну, 30 фпс, чего вы хотите? Да 30 фпс. Не 60. 30. Хотя мне грех жаловаться. То у людей еще хуже бывает. Елки-палки. А они играют ничего. Я вон Мазаевские видео смотрел. Там такие лаги были. Ну, Мазай забил, кстати. Полностью забил на разработки, на свои. Ой, вералка, конечно. Столько проектов было. Мне кажется, если бы там делал бы для тренд-симулятора, и там 2116-го, допустим, со звуками, сразу с набором позиций, и звук тележек какой-то нормальный, адекватный. Не вот, которые там... Ту-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Где там тоже звуки иногда коряво работают, если честно. Ну, в плане, допустим, от звука двигателя локомотива, там вроде бы более-менее нормально. Ну, сигнал светофора у меня горят только потому, что я, конечно, тут не прокладывал маршрут. Поэтому у меня и горит тут красным. А так, в принципе, надо проверять. Ну, проверять, тестируют на реальном сценарии, запустите уже, проехаться чисто. Посмотреть, как будет работать сигнализация. Хотя мне говорили, она боговая тут. Так, идем открывать. Так, все, открыли. Поехали дальше. Полетели. Ну, машинки ездят по мосту классно. Там, это прикольно, конечно. Какой-то опять эти провалы. Такое ощущение, как будто время совсем не идет. 8-18. Блин, ну, что, прикольно. Тут не проходит сквозь. Хотя в трансимуляторе не помню, проходит он через мост или нет. Ну, было как-то так, что проходил. Потом вроде пофиксили. Или нет, не помню. Это что там такое? А, там, там, я думал, что за кладбище. Мне уже кобелевики пошли. Так, не надо ничего удерживать. Пусть катается. Блин, сейчас опять тормозит будет. Не, ну, так-то ладно. Это понятно, блин. Вот так, если бы, допустим, в сценарии в каком-нибудь у тебя вот так светофоры бы говали бы и не открывались. Так, тут стрелка-то открыта. Ну, в некоторых местах, вроде, нормально сделано. Когда он переезжает по стрелкам, то более-менее иногда просто как будто наружу выходит. Так, все, начинаем опять тормозить. Тут платформа, что ли, нет? А, нет, там есть платформа. Так, там еще. Блин, ну, опять начинает подгружаться текстурой где-то. Блин, что это такое? Ай, как он дергается. Ну, маловато информаторов добавили, так, чтобы звуковое сопровождение было на станциях, да. Внимание, внимание, приближается поезд. Так, сейчас будем опять остановиться. Еще, знаете, что не прикольно? Я, когда устанавливаю вагоны, у них номера не меняются. Все, допустим, вот если я в Рейлборсе ставлю вагоны, а даже вот один вагон, и просто их увеличиваю, по мере их, чем больше их становится, и все номера разные. Здесь все номера одинаковые. Это странно, блин. Если тут нужно вручную приписывать каждому вагону номер, ну, это бред, конечно. Так, надо опять открывать. Так, погнали дальше. Тут, кстати, ну, вот еще еще интересно здесь в плане инфраструктуры, что можно вроде бы как-то загружать, что ли, вагоны там, грузить, там, бензин наливать, уголь грузить, дерево грузить. Не просто там, как, допустим, в Рейлборсе, там, я знаю, что-то у кого-то. Ну, контейнеры можно грузить, и уголь. Ну, и щебень какой-нибудь типа того. Здесь, по-моему, побольше будет в этом плане. Так, что там стрелка? Нет, стрелка открыта. Что-то мне показалось. Ну, то есть стрелка закрыта, он прям посплавил, поехал. Но все равно видно было бы. О, давай, газку, газку. Полетели. Я хрен знает, будем ехать. Так что-то у меня время стоит. Не верю я, что 8-18. То есть я уже на часы, мы где-то в час выехали, уже время-то. Ну, тут, скорее всего, просто время стоит. Я... Да. Ну, ладно, бог с ним. Главное, смотрю на время, думаю, все, сколько едем, и все одно и то же у меня стоит. Ну, надо же, как странно. Ну, едем мы уже приличных, скажем так, довольно-таки долго. Там, по-моему, впереди ограничение 40. А, нет, это не ограничение. Это у нас... Это у нас уклоны показывает. Градиенты, как они правильно называются. Градиенты, нет, это не градиенты. Я даже не знаю, что это. Так, он 50, значит, там светофор будет. То, что вагоны шатаются, конечно, прикольно. Ну, это так, фейковая физика. Скрипт. У меня локомотив, конечно, не хватает, только колес. Можно, конечно, поискать будет, но вряд ли найду. Я такой сначала говорю, вот, карты большие. А в тренд-симуляторе тоже такая карта есть большие. Там по 80, по 100 километров, по 200 есть карты. Даже по 300, по-моему. Так что, не меньше, чем здесь. Ну, там, на самом деле, скоростной. Хотя, могу ошибаться. По 300, конечно, я загнул, наверное. Ну, 80, 100 километров, да. Блин, вот так сидишь, прямо убаюкивает тебя этот рокот. Кстати, в свое время, когда работал на ТЭЦ, на электростанции, а там, блин, шум вообще неимоверный был от турбин. Так непривычно было, погодим. Так непривычно. Гул, вибрация там вообще жесткая. Я думаю, да, блин, там, как там поспать-то можно, допустим, в обед. Ну, так, подремать хотя бы, не поспать, отдохнуть. А потом настолько привык, что даже в цеху, когда, где, о, моста нету, не хватает. В цеху, где вообще там шум адский, блин. Прям сон клонило, засыпал. Уже настолько это привык к этому шуму. Единственное, что где не хрен-то выяснишь, это, где котлы стояли. И там, вот этот, когда разогревается пар, до высоких температур превращает в сжатый такой... Ну, как его называли, сухой пар, блин, по факту воздух, блин, горячий, там, 300 градусов, елки-палки. Я даже под уремен ногу обвалил. Вот, под высоким давлением, там, 150 атмосфер, кто-то говорил, елки-палки. Чтобы кутурбин-то крутить. Вот там хрен-то поспишь, я-мое. Там такой свист стоит, прям, ух. И жутко, конечно, с одной стороны. Думаешь, как бы что, не бахнуло. Ну, если бахнуло, то, конечно, там быстро все это. Чик, я не от тебя. Как говорил один персонаж, да? Да ты не бойся. Мы тебя не больно зарежем. Чик, и ты уже на небесах. Блин, тут, а что-то одни светофоры красные у нас. Ну, давайте вот эти два проедем. И, наверное, закругляться уже утомил, наверное, своей болтовнёй. Если вообще что-нибудь там наговорил. Чисто так, знаете, по фану. Это чисто по фану. Здесь никакой симуляции нет. Это чисто. Вот давно ничего не выкладывал. Чисто захотелось Разбавить вот эту паузу длинную, Которую уже в год. Да, он ничего не делал. Все с этими машинками игрался. А про поеда забыл. Ну, не то, что забыл, А то, что, ну, мало-мало контенту. Хочется, конечно, чего-то побольше. Ну, и железо тоже, соответственно, не позволяет. Потому что у меня Очень мало места на Жёстком диске. Чисто вот так, знаете, катать. Ну, снимать видео. Ну, это кому интересно. А стримы какие-нибудь. Это надо... Ну, можно и на импортном покататься, конечно. Опять же, Чехов я уже не смогу установить. У меня места мало на диске просто. Так бы можно было бы Чехов покатать. Чего-нибудь там, что у них новенькое есть. Конечно, ситуация сейчас вообще не айс. Вот. То, что творится в мире. Нас всех обойкотировали. Ну, я-я-я. Ладно. Ну, можно какой-нибудь импортный взять. Может быть, ребята сделают, доделают до конца года этот локомотив. А там, фиг он знает. Я не помню. Они в 21-м где-то это начались, а не раньше. Сейчас у нас 23-ть. Ну, к пенсии, как говорится, сделают. Так, надо открывать. Ой, да что же я долблюсь прям руками. Так, ладно. Сейчас еще вот это. Да вот эти. Проезжаем. Карта реально большая. Я даже не знаю, столько. Жалко, что интересно было по километражу, сколько я проехал. Ну, километров, не знаю, 30-40, наверное. С учетом у нас скорости непостоянно, как где-то 30 километров, 40-50, местами до 80 разгонялись. Вот. Ну, так, знаете, вообще приятно так покататься по фанам, отдохнуть. С видом от третьего лица, посмотреть пейзажи, послушать звук двигателя. Конечно, хоть он и не родной звук двигателя, потому что до этого я как-то скачивал, он не работал нормально. Ну, как нормально, тоже с этими обрывами. Ну, турбинку слышно было, со свистом ехал. Вот. А здесь больше, как бы, больше на американский походит какой-то звук. Ну, будем считать тип модифицированный. У меня есть тут 2Т10Л, такой себе. Там тоже какие-то проблемы. Но я так тоже игнори, поставил в игнорах. Вот. Так, опять у нас что-то подгружается. Нравится мне, когда эти кузнечики стрихочут. Так, знаешь, как это детство, впадаешь где-то там, в деревне, у бабушки на даче. Ой, ой, да. Был время, был детство. Классно. Знаете, так, представься, где-то на травке лежишь. Солнышко, тепло. Идешь потом на речку купаться. Так, а что у нас там, что у нас, что угол у нас тут, на одной платформе, это просто насыпь. Ну, вот, кстати, тоже болячки такие у всех этих симуляторов. С одной стороны звук тихий, с другой стороны орёт, как малишённый. Так. Ну, давайте вот сейчас вот это проедем точку. 80 километров, где у нас до первого красного светофора. И там уже всё, наверное, о этом закончим. Вот я уже наговорился, наболтался. Я уже не знаю, что говорить. Чтобы вам скучно не было. Потому что, ну, тупо ехать и слушать звук двигателя локомотива. Ну, может, кому-то понравится, конечно. Но всё равно скучновато будет. Ну, вот. Открыли. Так, прям здесь лагает, конечно, жёстко-жёстко лагает. Хотя, вроде, ничего особого нет. На заднем плане 2D это, как-то такая, заборчик из леса нарисованный. Вот, вроде, особого не должно быть ничего такого. Здесь тоже, как бы, поля, поля. Вообще, так, знаете, классно. Озёр не хватает каких-нибудь. Там есть, так, озёра. Романтика, скажите, да? Хренов. Не, не, но всё равно кайф, кайф. Мне нравится. Вот, в плане графики. Вообще, шикарно сделано. А вот, в плане того, что нужно собирать это всё. Это бред. Отдельно колёса, отдельно болтик, отдельно винтик, отдельно гаечку, отдельно шайбочка. Но это же бред, ё-моё, ну и сделайте нормальные, дайте, чтобы можно было адекватно собирать, делать сборки. Люди могли, ну, не мучиться с этими куидами сумасшедшими. Или какой-то куид, который, допустим, входит там полностью тележка, звуки, текстуры. Всё там ходит так же, или полностью локомотив, текстуры, звуки, всё, вот, ходят они по отдельности, скачивать. Вот почему в RailWorst, там же можно, ты же качаешь локомотив, у тебя с локомотивом все файлы, они упакованы в один файл. В один файл. И там звуки находятся, там текстуры находятся, там скрипты находятся, там всё находится. Почему здесь нельзя было такое сделать? Удобно же было. Да, ну, не знаю. Люди только на бабло, как бы, подвинуты на бабле. Мне, знаете, бесит, когда некоторые слова говорят, добра бабла. Какое добро, какое бабло. Добра, позитива, удачи, чтобы всё было хорошо. Ну, бабло это фантики, ну, и без них нельзя, тоже я не говорю, но и зацикливаться на деньгах, это тоже такое себе. Нужно самосовершенствоваться как-то, наверное, всё-таки живём в будущем. Хоть и непростое время тяжёлое, но нужно учиться чему-то. Я вот сам, конечно, скрипя своими уже протухшими, ну, не протухшими, ладно уже, ну, немножко уже заветрившимися мозгами, пытаюсь чему-то учиться. Допустим, работать с нейросетью, ну, допустим, я скриншоты делаю, я обрабатываю в фотошопе с помощью нейросети, допустим, да, там, убирают какие-то артефакты, добавляют какие-то объекты. Ну, и то, я ещё не полностью научился, можно бы делать, как-то, допустим, выделять так, чтобы заменять траву, чтобы трава более реалистично выглядела, чтобы ещё красивее было. То, что я скриншотов наделал, я экспериментировал с этим, с модранером, но как-то мне там не особо так получалось. То есть, вроде, выделяешь, а пишешь, что ты хочешь, как промт-то называется, запрос, чтобы она сгенерировала по запросу, необходимо, вот, ну, заполняет, как-то заполнял частично, надо полностью было, чтобы делать вот этот пятачок. Возможно, можно как-то через маски всё это делать, ну, не знаю, вот, потихонечку учусь, потому что сейчас такое время, что на цифре можно зарабатывать очень даже неплохие деньги. Чтобы не думать потом, и не кланяться, не горбать на дядю. Хотя, блин, ну, тут, как бы, такое вот, на которой я двоялько, как сказать-то, всё-таки кто-то же должен работать, так же, сам собой, допустим, даже, вот, железнодорожная тематика, да, локомотив сам по себе не соберётся. Вот, даже если будут там роботы его собирать, всё равно роботы всё не соберут, люди нужны. Вот. А людям надо платить, а это тяжёлый труд. Мы же, если бы людям платили достойную зарплату, по охренам там, да, слесарям, вот. Естественно, алкоголики нахрен не нужны, блин, а нормальным человеку и нормальные отношения. Ну, а кто не хочет, то пусть он. Ну, у нас такого нет, у нас хороший ты работник, плохой ли ты работник. Почти, почти, ну, в 90 процентах отношения к тебе просто такое, как к вещам, а не к человеку. И это реально вымораживает. О, да, о, мы как раз-то доехали, там у нас стрелки закрыты. Ну, нормально проехали, я даже не знаю, сколько по километражу, ну, прилично. Ну, память мне должно хватить, ну, сколько мне запишется, наверное, 3-4 гигабайта. Ну, 5-6, 8 максимум, тем более, учитывая, в каком качестве оно записывается. Ну, вот так покатались, пообщались, как говорится, в одно лицо. Давно-давно, ничего подобного не было, вот. И выговорился, и наговорился. Конечно, в будущем, может быть, не буду загадывать, а как обычно, когда я начинаю загадывать, ничего не сделаю. Не сделаю, а вернее, очень не доделываю до конца. Здесь, как бы, нужно еще немножко подучиться, понять, как это все работает, как все это, с этой системой работать. Тут немножко для меня пока что посложнее, чем в Red Wars. Там ты с маркером куда проще, ты поставляешь, что тебе нужно. Ну, хотя все относительно, в принципе. Потихонечку-то можно всему научиться. Было бы желание. Я думаю, даже не 30, мы, наверное, километров 60 проехали. Но там стрелка закрыта, там, наверное, еще дальше есть маршрут. Вроде не управлял, а что-то, фу. Выгодно говорил это, болтал много. Ну, болтал, чтобы вам скучно не было, потому что, если я болтать не буду, то смотреть неинтересно будет. А так, по философству, вот, немножко поразмышлял о житии Ему-Ему. Нормально. Ну, карты, конечно, приятные, мне нравятся. Это же-то как-то, наверное, Восточная Сибирь называется. Сейчас доедем. Покажу. У меня там все со знаками вопроса. Либо, ну, не знаки вопроса, а восклицательные знаки. И восклицательные вообще недавно появились. Да, вон, как раз там упираемся в стрелки. Стрелки закрыты. Не, ну, в принципе, я вот ехал нормально, получается, стрелки были все открыты. Это просто непонятно, почему он так его шатало, колбасило. Фух. О, тут целая деревня, целое, целое село. Мне кажется, мы даже, по-моему, до конца доехали. Блин, вот неудобно. Мышкой поворачиваешь, и опять он косипурит. Хотя нет, наверное, там еще мосты впереди вижу. Значит, дорог туда еще дальше есть. Ну, так я долго не проезжал. Главное, смотрите, на время смотрю. 8,17. Блин, да у него точно реальное время идет. Ну, да. Да, туда еще дальше дальше, по-моему, карта здоровая, реально. Это надо в игру делать сценарий и посмотреть, сколько километров получится. Вот тут много. Ой, фух, устал. От болтовни устал. Блин, конечно, хорошо бы отрендерить было видео, но, блин, оно же весит до хрена. А видеокарточка у меня 2-гиговая. И процессор все лишь 4-х ядерных, 8-х потоков. Да, тяжеловато ему будет. Так, можно отцепиться, глянуть. Да, тут еще. Там много ехать, короче. Все, короче, ребят, давайте сейчас, давайте сейчас выйдем в меню. Нет, сохранять не буду смысла. Нет, что тут сохранять? Не сохранять. Восточная Сибирь. Вот видите, восклицательные знаки. Вот пипец там, сколько этих зависимостей не хватает. В общем, ладно, все, давайте. Отдыхайте. Друзья, товарищи, всего вам хорошего. Хороших людей на жизненном пути. Чтобы все у вас было хорошо. Давайте. Счастливо. Пока.